Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз встречаемся в программе «Полеем Краю», теперь уже с Виктором Акаевичем Кюнкиным. Добрый вечер! Всем добрый вечер! Уже обсуждали мы по поводу несостоявшейся поездки сборной России на Олимпиаду. Я от себя лично призвал, вообще мог распустить, но вот тем не менее решил посоветоваться с Виктором Акаевичем, как он смотрит на эту ситуацию. Виктор Акаевич, вот все, что происходит сейчас на этом Олимпийском поприще, как вы оцениваете? Ну, мне не за державу, за народу видно, да? За народу, спортсменов, за болельщиков. За народу, наверное, больше, за спортсменов тоже. За державу, в смысле, за власть, нет. Ну, это понятно. Во-первых, потому что, если говорить о современном российском флаге, то у нас особого почтения к нему нет. И когда его, например, несут по Красной площади в День Победы, то мне становится стыдно. Стыдно перед памятью отца, матери, деда и прочего. Это раз. По известным причинам. Второе, вот, в принципе, высказывая все нехорошие слова и слова презрения к этому МОКу и ко всем деятелям, все-таки хочется сказать, что наши господа ответственные лица, начиная от президента и заканчивая его там приятелем, значит, Мутко. Непотопляемый. Двое, ребята, это самое. Вообще-то, так сказать, ответьте перед народом, как вы докатились до такой жизни, что помыкают и спортсменами, и российскими, так сказать, интересами. Ну и прежде всего, опять же, нашими болельщиками, потому что их оставляют без каких-то... И так у них жизнь тяжелая. Тут хоть какие-то, так сказать, впечатления, интересы, переживания или что-то. Ну а главное, на что хотелось бы обратить внимание, что, хоть и говорят, спорт вне политики, политика пусть и не занимается спортом, и не знаю, но так не бывает. И российская коммунистическая рабочая партия всегда говорила, что Россия в сильном виде на современном капиталистическом рынке никому не нужна. И поэтому против нее будет вестись эта борьба, это вполне естественно, и по большому счету цели не просто не пропустить влаги сильных и успешных, А хорошо бы еще подавить, хорошо бы еще расчленить, хорошо бы и так далее. Поскольку сегодня это дело по широкому фронту ведется, ну тот же конфликт, который строили на Донбассе, это из этой же серии. Это не какие-то подлецы, там, бандеровцы воскресли из мертвых. Нет, это все с помощью, с наузкиваниями, значит, западного капитала. Значит, поэтому все это надо понимать, и надо, соответственно, ну, занимать позицию. Я же уважаю только силу в этих делах, а в то время, когда постоянно ищутся компромиссы в других сферах, в том числе, там, резервы России хранятся в ценных бумагах США, значит, обеспечиваются им и поставки титанов в стратегические отрасли, и функционирование на космической станции и прочее, прочее. Соответственно, значит, любая слабина не прощается, и это подчиненное положение видно невооруженным глазом. Второе, о чем, наверное, все-таки следует заявить, что, ну, не бывает дыма без огня. И во всем этом Олимпийской комитете, значит, даже где наши стратегические союзники, то есть те же китайцы, вьетнамцы, там, корейцы и прочие друзья, то есть мы видим, как ради наживы творятся гнусные вещи в нашей России, там, и на уровне правительства, и на уровне парламентов различных, губернаторов. Я не думаю, что это обошло спортом. Поэтому, ребята, вы как допустили, что, ну, тот же, как и у Родченко, Родченко, ну, как-то так, да, оказался на этом посту, его кто? Его же не РКРП туда рекомендовал, я утвердил. Ну, сейчас выдвигают версию, что он вообще чуть ли не внедрён. Значит, к вам внедрили, значит, вы отвечаете. Тем более, что, если говорят, что чистые спортсмены должны, так сказать, выступать без промежу, вопрос, значит, есть нечистые, давайте разбираться, вы, руководители, вы должны были обеспечить эту чистоту и все эти дела. Ну, и, наконец, последнее, вот, относительно примеров, в каком-то, 92-м году, да, наша сборная выступала, мол, под белым флагом, и ничего, ведь они тогда, когда Союз располз. Ну, там, да. Ты говоришь, совсем два разных подхода, значит, тогда это была наша внутренняя боль. Не было того флага той державы СССР, под флагом которой мы бы хотели выступить, да, внутренне. А сейчас извне говорят, что, так сказать, забудьте, не нужно, так сказать, название России, не нужно этой болельщиков, соответствующие атрибутиками, надписи на майках и прочее, прочее. Это совсем разные вещи. И поэтому сегодняшнее предложение некоторых, в том числе спортсменов, что давайте, ребята, значит, поедем, как свободные спортсмены, все и так будут знать, что мы из этой самой, из России, тот же олимпийский чемпион, этот самый натурализованный Виктор Кандер, там, и скорее кинкобежец, уже сказал, что он бы поехал. Ну, так он под одним флагом выступал, и теперь под другим. Поэтому, еще раз, еще раз, это все, в принципе, результат капитализации России, понимаешь? И спортивные результаты, и отношение к России сегодняшней, и тот патриотизм, который, к сожалению, все больше и больше измеряется, не, там, любовью к родине, нечистой, рублями, лучше долларами, так сказать, процентами, там, ставками, и так далее, и тому подобное. Поэтому, честно говоря, и смотреть эти соревнования уже, как-то, все меньше интереса, так, ну, за народ обидно, и за страну тоже. Ну, чтобы эту обиду, так сказать, как-то преодолеть, другого способа, как бороться за этот народ самим, и сам народ призывать к этой борьбе, другого способа нет. Поэтому, давайте-ка будем бороться за собственное достоинство, и тогда будет и то правительство, которое больше будет с нами считаться. Ну, и спортсменов будут, наверное, уже те, которые не столько за гонорар, сколько за державу и за народ будут страдать, и работать для того, чтобы этому народу принести какие-то минуты гордости и счастья. Ну, это уже вот, я просто смотрю как раз на флажок, уже в интернете, как вы говорите, народ откликнулся, то есть простые пользователи размещают фотографию сборной советской, несущей большое красное знамя, и говорят, флаг, который не посмели бы не допустить на Олимпиаду. Тут ведь есть одна маленькая штука, которую они пока не показывают. Ведь не посмели бы не только потому, что мы были тогда сильные, мощные, и при всем там больном генеральном секретаре, который там с трудом говорил, да, страна-то была, ого-го, а не посмели бы еще, в том числе потому, что у Советского Союза по естественным классовым соображениям и причинам, в каждой капиталистической стране были естественные союзники, трудящиеся, которые смотрели на нас с уважением и с надеждой. А сегодня на эту Россию смотрят с пренебрежением. Они же видят, какие приезжают от нас эти, скупают сенаторы, скупают виллы там на Лазурном берегу Франции, или соответствующие чиновники, которые представляют Россию, Россию, мы Россия на Олимпийском комитете, ну а вслед за ними и спортсмены примерно такие же. Что там кричать о победе на Олимпиаде в Сочи России, и кричать, что мы превзошли результаты СССР, мы же показывали, вранье. Во-первых, это результатов СССР, там еще тянутся и тянутся, поскольку во времена СССР видов спорта-то было в два раза меньше, да? Это раз. Во-вторых, если убрать натурализованных там иностранцев, то оставляется вообще-то совсем немного. Об этом речь идет, так. Поэтому Олимпийское движение должно начинаться со дворов, со школ, так сказать. А у нас, к сожалению, этому вниманию уделяется чуть-чуть, зато пытаются вырастить там тех, кто обеспечивает зрелище. Мы против этого. Спасибо за развернутый комментарий. Спасибо. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok